Приветствую вас. Давайте разберём вопрос, который вы задаёте. У моего молодого человека есть мама, которая ведёт себя следующим образом. Может зайти в комнату без стука, разговаривать на повышенном тоне, может начать редко мотивировать нас обоих на совершение какого-либо действия. Ребята, что вы сидите на месте, ваше подсознание может всё, благодарите себя за каждый прожитый день, делайте правдник, ставьте цели, достигайте их. Тем самым у меня ощущения побольше по моей границе переходят полностью некомфортно. Когда мне нужна мотивация, я даю её себе. Непрощенная мотивация, какие-то выяснения отношений при мне вызывают дискомфорт. Ещё начинается следующее. Она может начать кричать на него или всячески расспрашивать о жизни, почему он сейчас мало работает и ничего не делает. В ходе одного из разговоров он достоялся на то, что произошло в прошлом с его бывшей девушкой. Измена. У меня появились двоякие впечатления, ведь он это сказал при мне. Суть в том, что сопоставив все факты, я понимаю, что явно не то, что я хочу. Живем мы не вместе, даже при том факта, что взаимоотношения уже не перешли на определенный уровень, происходят такие всплески слов тогда, когда я нахожу в гостях. Однако я не ухожу, его отношения ко мне меня устраивают. Но однако такие разговоры его мамы с ним, а теперь уже переход на мою, личность меня не устраивает от слова совсем. Я не ухожу, вопрос в том, почему не ухожу. Я ищу в этом что-то полезное. Думаю, для возможно эта женщина хочет лучшего. Однако мы рядом говорим о том, что здесь просто что-то не так. У нас с ним общая работа, это меня так же останавливает. Я многому учился с него, однако есть и другие люди, которые могут научить меня тому же, что у меня и тона даже больше. Вопрос у меня по поводу мамы еще оправдывается и понимается, и делать я не хочу. Однако меня что-то останавливает от обстоятельства на своих границ, я молчу и просто хочу уехать. Хочется обратить внимание автора вопроса Марины на то, что она не задает свой собственный вопрос вообще. То есть, как бы, ну, вот, нету вопроса, да, вот. Чего хочет автор в данном случае, непонятно, непонятно, чего вы хотите, а, вот. Какой у вас вопрос к психологу, к психологам, к сожалению, неясно тоже, вот. В том смысле, что, ну, вот, проблема, которую вы описываете, да, она есть, да, она как бы имеет место быть, вот. Да, у нее есть свои, ну, так скажем, причины, у нее есть свое, ну, свои системообразующие моменты, системообразующие факты, вот. То есть, как бы, все, все здесь имеет место быть, вот. А, чего хотите вы, вот, в чем вопрос. Вы говорите, а, по сути? По сути. Ваш вопрос про то, почему я не отстаиваю личные границы с мамой, когда она их нарушает? Ну, вы знаете, это, действительно, вопрос. Что вас останавливает? Вот. Как мне кажется, некоторый страх. В целом, то, что вы описываете, происходит потому, что между вами и молодым человеком нет чутких, таких, я бы сказал, вам это, скорее всего, не понравится, но между вами нет доверия, как мне показалось. Между вами нет в полной мере того доверия, которое могло бы обеспечить тот уровень, тот уровень, взаимодействия между вами, тот уровень общения, коммуникации между вами, который сделал бы все эти ситуации невозможным. Из-за этого, в принципе, складывается такое впечатление, что вы со своим молодым человеком вместе по той причине, что вам он полезен. Вы со своим молодым человеком вместе, потому что вам нужны отношения с ним. И вы надеетесь на то, что эти отношения со временем будут улучшаться. Только, к сожалению, практика показывает, что без работы определенной над собой без определенной работы. Улучшений не происходит, к сожалению. Не происходит улучшений, потому что молодой человек уже выстроил определенные отношения со своей мамой. У молодого человека есть определенные паттерны взаимодействия со своей мамой. И практика показывает, что без работы, без выделения это как проблематики, особенно если вас кто-то останавливает, свои личные границы отстаивают. В результате не улучшается, только ухудшается. Мне кажется, что то, что вы испытываете дискомфорт, ну вот ситуация, которую вы описываете, это ну вообще вполне естественно и вполне нормально. Мне кажется, было бы странно, если бы вы дискомфорт не испытывали, если бы вы не чувствовали его. Другой вопрос, что вас опять же стоит останавливать. Вы говорите, что женщина может хотеть лучше вас. Но правда в том, что она может хотеть чего угодно, но какое отношение это имеет к вам? То есть она может на самом деле хотеть чего угодно, она может на самом деле хотеть чего-то улучшивать. Правда, но это не имеет никакого отношения к тому, что в том, что она делает, она нарушает ваши границы по вашим словам. Поэтому мой вопрос, он касается вас в большом счёт. Вы действуете в определённой парадигме своих приоритетов, но такое ощущение, что эти приоритеты не видите. И мне кажется, что прежде чем решать, что делать дальше, вам нужно, наверное, саму и для себя ответить на вопрос о том, что у меня за приоритет вообще. Я чего вообще хочу. То есть я действую из каких моментов-то важных для себя. Вот. Понимаете? То есть речь не о том, что вы действуете как-то неверно, неправильно. Речь не о том, что это за парадигма, в которой вы действуете. Вот. Вот. Вот как-то, как-то так. То есть непростроенность ваших приоритетов, с одной стороны. Вот. Отсутствие достаточного уровня коммуникации с молодым человеком и выявления необходимой проблематики с другой стороны. В итоге, вот, приводит к таким, в общем и целом, очень неприятным фактам, очень неприятным историям. И это, как мне кажется, совершенно нормально. Вот. Мне кажется, это совершенно естественно, хоть и безусловно не лучшая история для вас, не лучшая ситуация для вас. Это, вне всякого сомнения. Вот. Вот, в принципе, такой ответ я мог бы вам дать сейчас с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. Вот. Не знаю, насколько вам это всё актуально и нужно, потому что не совсем ясна направленность, которой вы придерживаетесь, не совсем ясна эта направленность. Но, тем не менее, тем не менее, я бы сказал, что вы не уверены в себе при других обстоятельствах. Но парадокс заключается в том, что вы не производите впечатления человека, который не уверен в себе. В том, что он делает и для чего. Понимаете? Какая история. Поэтому, я бы больше внимания уделил бы, наверное, именно этому. В первую очередь, как я вообще вижу молодого человека своего, как я вообще его воспринимаю. Ну, вот, что он для меня, что он для меня. Значит, именно он, вот, вы сказали, что его отношение к вам вас устраивает. Это хорошо, что вас устраивает его отношение к вам, но меня интересует ваше отношение к нему, а не его отношение к вам. Ваше отношение к нему какое, он для вас, кто он для вас, что. Вот это вот мне интересно больше. Потому что, не знаю, замечаете вы, заметили вы или нет, но он достаточно мало прослеживается некоторой вашей активности в этой ситуации, в ситуации, которую вы описываете. Как будто бы вот, ну, как будто бы немного этой самой активности. Как будто бы активность других, вот, как будто бы активность принадлежит другим, но не вам. Вот это, мне кажется, довольно-таки серьезный и грустный аспект. Потому что себя вы, себя вы обделяете совершенно неправомерным образом, вот. Скорее всего, потому что, ну, опять же, не осознаете того, чего вы хотите, например. Вот. А потом вы как-то вот злитесь, как-то вот вам неприятно. Но это нормально, потому что, если бы у вас этого не было, то был бы вам весьма-весьма трудно и тяжело. Так, 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 так хотя бы, так хотя бы у вас есть ощущение того, что Сиропа-Сиро вас не устраивает. Вот. Ещё довольно часто вы говорите об этом, что, ну, как бы чувствуете, что, что-то не так. Вот. Да, вот. Ощущает, ну, ощущает, что, что-то не так вот, как будто бы чувствуете, что, что-то не так вот, вот. Но лично я не совсем понимаю, что вы имеете в виду, говоря, что что-то не так. Что может быть не так? Вас кто-то обманывает? Если да, то в чём вас обманывают? Если вас обманывают? Как бы да. Ну, если вам кажется, что вас обманывают, например. Если молодой человек, там, грубо говоря, с вами неискренен. Ну, допустим, то тут вот, ну, своя история есть, 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 есть. Понимаете? То есть как будто бы вот у вас есть вот такой вот внутренний, ну, внутренний как будто бы есть недоверие себе. О. Понимаете, да? Да. И мне кажется, мне кажется, что всё-таки здесь вот я бы больше внимания обратил бы, ну, ну, ваше внимание я бы больше обратил именно на себя. Вот, не на молодого человека, конечно же. Вот. А мама, мама вызывает у вас его какие-то особые чувства. Вот. Вот. Какие-то особые ощущения она у вас вызывает. Какие? Может быть, может быть, может быть, может быть, что-то из вашего прошлого. Может быть, что-то из вашего прошлого. А может быть, что-то из... что-то ещё. Так вот, однозначно, наверное, сказать сейчас было бы... ну, было бы ошибкой сейчас что-то говорить. Ну, вполне вероятно, что здесь я был бы не прав. Вот. Вы бы это увидели, почувствовали. Мне бы этого не хотелось, конечно. Вот. Поэтому... Обратите, пожалуйста, внимание на то, что я сказал. Вот. Ну, постарайтесь обратить внимание на то, что я сказал. Ну, постарайтесь в... в какой-то степени обратить... а... уделить этому... этому внимание. Вот. И дальше вполне возможно что-то вы... что-то вы решите. Вот. Единственное что, что оставлять это... Как бы... в той форме, в которой сейчас это есть. На мой взгляд, не нужно. Да? Вот. Потому что... Ничего хорошего вы не добьёте. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Да. Спасибо за субтитры Алексею Митлева. Очень.